СВЯТЫНЯ 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 Будем надеяться, что эта святыня сохранит наш народ и в наше непростое время, и Отечество наше обережет. От врагов и внешних, и внутренних, как я говорю часто. Под ее покровом, надеюсь, будет проходить мирно и благополучно наша жизнь. Но чтобы было так, еще и еще раз скажем, что есть непременное условие сохранения России. Это сохранение православной веры. И я сейчас обращаюсь не только к тем, кто в храме, а тем, кто крещен, но не воцерковлен, кто называет себя православным, но православным не является ни по образу жизни, ни по молитвам своим, ни по чему тому, что отделяет человека верующего от неверующего. Настало время обновить нам наше православие, обновить нашу веру. Не в смысле какого-то внешнего обновления, как это делали неудачники-реформаторы, а с точки зрения обновления нашей веры, актуализации веры для каждого из нас и для всего нашего народа. Я думаю, что настало такое время. И потому не случайно этот дивный чудотворный образ, перед которым молился именин и пожарский, именно сегодня, в этом святом храме, является церкви нашей, народу нашему и всему миру. Пресвятая Богородица, храни нас, землю русскую, церковь нашу, народ наш, от всякого врага и супостата. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова